всем привет друзья с вами гиф и новости об элите этой неделе все задерживается бета вышла не в понедельник как ожидали игроки а только в пятницу вечером я вчера сделал видео в виде летсплея в котором по верхушкам пробежался показал чуть-чуть того чуть-чуть всего того что я успел просто найти и некоторые ошибочно решили что это обзор кораблей которые появились в дополнение 1.5 конечно же нет это не был обзор кораблей по каждому кораблю я сделаю один нормальный обзор и потом может быть еще общий но это будет попозже дэвид брабин показал общественности ролик с багги ездящим по поверхности около каттера а потом оказалось он заезжает в такой огроменный такой космопорт и по сложившейся традиции оборвал на самом интересном месте также был стрим по материалам на котором показывали на самом деле корабли а геймплея горизонтов не показали поэтому кадров и стрима не будет поставлю какие-нибудь фоточки и расскажу просто что нам известно про материалы что это такое потому что майкл брукс тоже прошелся по этой теме в дэв апдейте и так в игре у нас будет 25 материалов которые можно собрать с поверхности планет они могут быть на базах каких-то местах кораблекрушения метеоритах еще где-то в самых разных местах какие-то из этих материалов будут встречаться чаще какие-то реже добывать их можно будет только с помощью и сервис и для этих целей на багги установлен специальный волновой сканер который вам показывает какую сторону нужно ехать и в принципе этот волновой сканер будет использоваться для всего что можно найти на поверхности он будет показывать вам направление какую-то сигнатуру по которой брукс говорит что опытные пилоты могут даже понять что там примерно находится хранилище для материалов будет пока находиться вместе с пилотом она не будет занимать место в трюме и не будет пропадать после гибели пилота понятно разработчики говорят что это миро временное скорее всего с введением лута и крафта это дополнение 2.1 эти все дела переедут куда-нибудь в хранилище на станцию с собой может быть уже можно будет брать не так много ну не знаю но сейчас вот это все ездит вместе с вами все материалы добытые вами можно будет комбинировать между собою и в результате комбинации получать какой-то синтез и вот полученные эти улучшения в результате комбинаций можно будет применять и для корабля и для багги пока по три вида для одного и для другого в багги мы сможем его заправлять сможем его ремонтировать и сможем создавать патроны для какой-то плазменной пушки которые есть на багги а вот для корабля все интереснее во первых мы сможем улучшить фсд на один прыжок причем там есть три ступени улучшения самое максимальное улучшает ваш в два раза то есть анаконда там прыгает почти под 80 световых лет кроме того можно создавать припасы для авторемонтного модуля и обещают что можно будет наверх даже стекло чинить с помощью этого модуля и самое интересное можно будет создавать боеприпасы можно будет создавать улучшенные боеприпасы это то буквально о чем мы недавно говорили с игроками появится специальная установка которая позволит вам клепать на борту корабля патроны что для этого будет нужно пока не ясно но то что можно будет ставить орудия а не только лазеры это это однозначно большой плюс кроме всего почему все это происходит связано это и с нерфом банок фронтиры хотят убрать спаминг банками когда пилоты используют несколько банок одно за другой когда пилоты используют несколько банок одновременно и брукс и сандра заявили что они видят банки как средство такого последнего шанса не совсем последнего шанса в бою но именно того чтобы сохранить чит вы используете банку рискуя потерять что-то от целостности корабля если использовать только одну банку то скорее всего вы потеряете 2-3 процента от модулей то есть это в общем то ничего серьезного если вы используете несколько банок подряд или одновременно то вы потеряете гораздо больше вы потеряете десяток другой жизни модулей и повредите корпус корабля ко всему еще апнули усилители брони которые были введены достаточно долгое время назад но их никто и не использовал поэтому на боевых кораблях я сейчас мерил на кариолисе уже примерно половина хп можно считать что есть у корабля за счет брони а половина хп за счет щита и по большому счету теперь потери щита но не является однозначным проигрышем то есть я думаю что можно будет еще пободаться пока конечно это больше слова потому что я нормально не летал не в ресах не с людьми не играл чтобы проверить насколько эти изменения велики но на мой взгляд что фронтиры идут в любом случае по правильным пути в той же самой оригинальной элите потери щитов не равняла смерти корабля и это нормально возможно появляется уже смысл и совместной игры с друзьями когда кто-то из вас летает на мелочи кто-то на крупнике вы друг другу помогаете крупные разбирают крупных мелкие разбирают мелких не знаю могу сказать только что все эти изменения фронтиры будут тестировать до релиза горизонтов и цифры нагревания окончательные и что попадет финальную версию станет понятнее ближе к релизу но еще раз я думаю что они на правильном пути летая в бете на станциях я стал обнаруживать товары которых нет в текущей версии игры эти товары будут производиться на поверхности планет на потребляться могут как в космосе так и на поверхности тоже поэтому возможно появятся уже такие торговые пути именно планета планета теперь по поводу релиза 1.5 выйдет в релиз вместе с горизонтами уже в декабре те кто купил горизонты получат сразу горизонты а кто не покупал получит 1.5 вот на этом пожалуй все что я могу вам рассказать в ближайшем будущем ждите обзоров по кораблям и прочим вкусностям а с вами был gift и удачных вам полетов